Спасибо вам, что внимательно ознакомились с руководством пользователя перед установкой системы. Данный видеоматериал не заменяет руководство, а служит дополнением к нему. Желаем эффективного просмотра. Погнаверьте целостность упаковки. Извлеките анализатор Humacount 5L и поместите на твердую рабочую поверхность. Погнаверьте комплектацию в соответствии с паспортом. Подключите реагентные сливные трубки к прибору и к соответствующим крышкам, закрученным на канистре с реагентами и сливную емкость соответственно. Извлеките реагентный ключ из канистры с лизирующим реагентом. Подключите прибор к электрической сети, переключите клавишу выключателя питания в положение ON. Затем запустите прибор клавишей запуска. Поднимите переднюю панель вверх. Панель должна зафиксироваться стопором. Удалите транспортировочную пластину из движного клапана. При необходимости закрутите винт с движного клапана. Вставьте реагентный ключ в соответствующее гнездо на правой стороне прибора. Зайдите в меню «Диагностика», «Состояние реагентов», «Обнулить все». Затем нажмите «Ок». Далее заходим в «Техобслуживание», «Заполнение». После заполнения приборной реагентами необходимо произвести измерение фона. Для этого заходим в меню «Измерения», выбираем режим «Бланк». Нажимаем кнопку «Старт» на передней панели. Допустимые значения по фону для общего счета лейкоцитов 0,5, для общего счета эритроцитов 0,05, для гемоглобина 10, для общего счета тромбоцитов 20. Далее необходимо произвести измерение контрольного материала. Вставьте тщательно перемешанную параминку с контрольным материалом внутрь пробозаборника. Зайдите в меню «Измерения», выберите режим «Контроль». Нажмите кнопку «Старт». После проведения анализа сравниваем полученные значения с данными контроля. Если значения не превышают допустимых, то калибровка не требуется. Если измеренные значения выходят за допустимые пределы, то необходима калибровка прибора. Заходим в меню «Калибровка». Нажимаем «Калибровать». В открывшемся окне выбираем тип крови, количество измерений и вводим целевые значения контрольной крови. Затем нажимаем «Следующий». После измерения необходимо нажать кнопку «Добавить». После проведения всей серии анализов нажмите кнопку «Принять». Если вам необходимо настроить работу принтера с анализатором в аккаунт 5L, проконсультируйтесь с нашим сервисным центром. Для подключения автоподатчика необходимо удалить заглушку с правой стенки прибора. Извлечь автоподатчик из коробки, убедиться, что автоподатчик выключен и подсоединить его к прибору. Убедиться в срабатывании защелок. Затем включить автоподатчик. Произвести его сброс. Для сброса автоподатчика необходимо дважды нажать на поле «Состояние» в левом нижнем углу экрана. Затем в появившемся окне нажмите клавишу «Сброс». Убедитесь, что в статусе появилась надпись «Состояние дом». Анализатор FOMOCOUNT 5L не имеет специального промывающего раствора в составе реагентов, поэтому при проведении процедуры выключения необходима пробирка с 5% гипохлоридом натрия. Для выключения анализатора в главном меню выберите «Выход», затем «Выключение». При этом в роторе пробозаборника должна стоять промывка с 5% гипохлоридом натрия. Наша сервисная служба всегда готова помочь. Контактный номер и почта у вас на экране. До новых встреч! Ваша ЗАО «Аналитика»